С обзором основных событий этого дня в студии Мария Владимирова. Александр Цибульский представил депутатам приоритеты работы органов власти Ненецкого округа. Глава региона выступил с докладом об основных направлениях развития региона и рассказал о планах по переформатированию подходов к управлению в ключевых сферах жизни округа социальное образование, здравоохранение, строительстве, сельском хозяйстве, жилищно-коммунального хозяйства. Доклад глава региона начал с краткого подведения итогов работы за пять месяцев. Александр Цибульский подчеркнул, что 2018 год станет периодом устойчивого экономического роста. Этому способствует макроэкономическая ситуация, в том числе цены на нефть. Уже в 2017 году регион получил на 40% больше доходов, чем планировалось, и при появлении финансовых возможностей предложил рассматривать самые болевые точки на социальной карте региона. Сегодня мы вместе формировали бюджет, исходя из пессимистических прогнозов по цене на нефть. Вместе с тем мы уже сейчас понимаем, что в бюджете, скорее всего, будут возникать дополнительные доходы. Давайте постепенно при появлении финансовых возможностей рассматривать самые болевые точки на социальной карте нашего региона, исходя из принципа адресности и нуждаемости. В первую очередь я говорю о поддержке ветеранов войны, тружеников тыла, о семьях с детьми, о старшем поколении, о людях с ограниченными возможностями здоровья. В ходе доклада Александр Цибульский подчеркнул, что главной ценностью в работе должен быть человек. Поэтому все проекты администрации должны быть ориентированы на этот аспект. Основным нашим активом на ближайшие годы становится человек, становятся его возможности, его интеллект, его развитие. И это, собственно говоря, и есть тот основной актив экономики, который нам надо сегодня максимально инвестировать в средства. В своем докладе глава региона обратил особое внимание на социальную составляющую. По мнению в Рио губернатора, администрации предстоит обратить особое внимание на решение проблем, связанных с доступностью образования в регионе. Это и ликвидация второй смены, обеспечение квалифицированными учителями детей из отдаленных населенных пунктов посредством онлайн-уроков, обеспечением детей с полуторалетнего возраста местами в детских садах. А решить эти проблемы возможно только благодаря строительству новых объектов. Речь идет о строительстве новых современных детских садов. Переход детей из одного ветхого здания в другое, не менее неждающееся в ремонте, но в котором мы пытаемся косметическими мерами навести порядок, это не решение проблемы. Я прошу обратить на это внимание. Это лишь имитация нашей с вами эффективной деятельности, если хотите. Я говорю сейчас о старых деревянных постройках, таких детских садов, которые у нас есть и на Ринмаре, и Теремок, и Кораблик. Невозможно воспитывать новое поколение в стены зданий постройки 30-40-х годов. И от этого надо уходить, коллеги. По линии здравоохранения специалистам предстоит проанализировать зарубежный отечественный опыт применения телемедицинских технологий и предъявить конкретные предложения по внедрению лучших практик в Ненецком округе. Кроме того, Александр Цибульский еще раз акцентировал внимание на необходимости бесперебойного обеспечения лекарствами жителей села. Предложил вынести в приоритетные проекты строительство новых зданий для инфекционного отделения окружной больницы и противотуберкулезного диспансера. К тому же глава отметил, что подход к строительству таких объектов в городе и на селе должен носить комплексный характер. То есть включать в себя не только непосредственно здания лечебного учреждения, но и жилые помещения для медицинских работников, которых приходится приглашать из других регионов. Строительство и ремонт фапов на селе, организация, где это необходима и возможно работа передвижных медицинских комплексов, к выполнению этого обязательства перед нашими гражданами я призываю приступить незамедлительно, при необходимости внося соответствующие изменения в окружной бюджет. У меня сегодня нет сомнений в том, что нам под силу обеспечить эти процессы финансовыми ресурсами. В вопросе развития сельского хозяйства в регионе глава округа заявил, что необходимо сократить издержки в этой отрасли. Тем более, что предприятия в большинстве своем получают от округа субсидии. Стоит обратить внимание на модернизацию энергосберегающих технологий. Оленеводство – это отрасль сельского хозяйства, по оценке главы региона, должна приносить в бюджет округа ощутимый доход. Она должна стать своеобразным брендом. Также он отметил, что эффективность производства компаний, доля участия окружного бюджета в которых равна 100%, оставляет желать лучшего. Хотя потенциал к развитию есть. Они могут стать источником развития экономического роста. Простите меня, моя откровенность, но такие компании, которые основой своей деятельности имеют зарабатывание средств на собственное развитие, на пополнение бюджета округа, на повышение благосостояния своих работников, в этом сегодня, по моим ощущениям, не справляются. Особое внимание в своем докладе Александр Цибульский уделил транспортному вопросу. По его словам, необходимо пересмотреть подход к речным и авиаперевозкам, рассмотреть возможности внедрения собственного межрегионального рейса, обратить пристальное внимание на качество дорог. Строительному блоку окружной администрации поручено проработать вопрос строительства блочно-модульных строений, адаптированных северным условием на селе. Таким образом, планируется сократить время возведения соцобъектов, а также жилья, в том числе для специалистов, работающих в муниципалитетах. В ходе своего выступления глава региона также дал ряд поручений администрации. В ближайшее время должны быть представлены предложения по систематизации очередей на улучшение жилищных условий. По мнению Цибульского, динамика движения существующих узкоспециализированных очередей крайне низкая, а где-то и вовсе нулевая. Он также сообщил, что в ближайшее время будет перестроена структура администрации НАУ. Система управления будет выстраиваться в соответствии со стратегией развития региона. Я сегодня могу вам с полной ответственностью, без эмоций заявить, что та структура администрации, которая сегодня действует, не является эффективной. Мы с такой структурой администрации изменений вокруг не принесем. Первое, что я в этой связи хочу отметить, это отсутствие нормальной коммуникации как между органами государственной и муниципальной власти, так и между департаментами, входящими в состав окружной администрации. Нет ощущения, коллеги, что мы работаем как одна команда. Отсутствие такого взаимодействия усложняет нашу с вами работу, и при этом, поверьте, вы тратите на достижение стоящих перед нами целей намного больше времени и усилий, чем это могло бы быть. Депутаты окружного собрания приняли доклад к сведению и прокомментировали отчет о деятельности в Рио губернатора и администрации региона. Были затронуты очень многие вопросы, в том числе те проблемы, над которыми придется решать и обсуждать в дальнейшем, в том числе и на площадке собрания депутатов. Это, в частности, по образованию, строительство детских садов, с тем, чтобы ликвидировать очередь в детские и дошкольные учреждения, начиная уже с двухмесячного возраста детей. Это ликвидация второй смены в школах. На сожалению, еще в шести школах учащиеся учатся в две смены. Это недопущение недостроев при строительстве школ у нас в округе. И пример был приведен строительство школы в поселке Индига. Это по здравоохранению, с учетом послания президента Российской Федерации, строительство фельдшерских пунктов. У нас требуется в округе построить порядка 16 фапов и здравпунктов. С тем, чтобы приблизить вопросы обеспечения здравоохранения к населению, к месту проживания. Я считаю, что очень важно то, что обречено внимание в рамках здравоохранения. Вот, как говорится, по фапам. Это президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин сказал о том, что нельзя, вот это как пример, один из примеров того, что нельзя бездумно закрывать фапы на селе. А для нас на северах это вообще задача номер один, я так считаю. Поэтому, конечно, было непонимание и у жителей, и у главных муниципальных образований. У нас, ну, закон был закон, поэтому я полагаю, что то, что обращается внимание вот в этой связи, на мой взгляд, это очень важно. На мой взгляд, это очень важно. Ну, конечно, эти задачи я перечитать не буду, потому что в прессе и, наверное, у нас, наверное, вынер, будут материалы проанализированы, те, которые сегодня были высказаны. Ну, я только одно сделаю вывод. Мне очень понравился тот вывод. Здесь можно об этом говорить, что при всем, при том, в докладе нет желания понравиться. Здесь, в докладе и в отчете у нас звучит, скажем так, желание работать – это взаимная требовательность, это согласованность о работе всех ветвей власти, и представительной, и исполнительной. Ну, и самое главное, прозвучал вывод о том, что у Нейско-автономного округа есть будущее. Самое главное, с моей точки зрения, то, что все-таки перспективы есть, и округ будет развиваться. Здесь, наверное, в разные сферы, там и медицина, и сельское хозяйство, и связь. Но самое главное – это, наверное, именно современный подход. И он очень коррелируется с посланием президента Российской Федерации и ориентирован на человека. Для меня это, наверное, одно из самых главных. Если нашим жителям, нашим молодым людям, старшему поколению будет в округе жить комфортно, и они будут иметь и стенку, и стенки в воду, значит, нормальные социальные бытовые условия, современные коммуникации, современное производство, в котором они сами будут непосредственно участвовать и поразвивать его, то, наверное, в этом и огромные перспективы округа. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Вадим Носкин, Телеканал Север.